Шотландия остается в королевской семье. Северная часть Великобритании отказалась от идеи стать независимой. Почему, расскажет наш британский субкор Светлана Чернецкая. Резкий разворот. Шотландия не будет проводить референдум по отделению от Великобритании. По крайней мере, до окончательного разрыва с ЕС. Референдум планировали провести через два года, весной 2019-го. Но сегодня глава шотландского правительства заявила, в это непростое время вопрос отделения от остальной страны уходит на второй план. Главное сейчас договориться с Европой о хороших условиях развода. И шотландское правительство собирается принимать активное участие в этих переговорах. Мы сделаем все возможное, чтобы интересы Шотландии в процессе Брекзита были учтены. И затем, в финале переговоров с ЕС, возможно, будущей осенью, когда условия Брекзита будут ясны, мы вернемся в парламент, чтобы изложить наше видение предстоящих событий. В том числе, варианты выбора для людей и будущего страны. Это довольно трудное решение для лидера шотландских националистов. Независимость от Великобритании их главный приоритет. Но от идеи пришлось отказаться по весьма прагматичным и понятным причинам. На последних выборах в британский парламент партия не сумела повторить свой результат. Из 56 депутатов только 35 удалось сохранить свои места и вернуться в Палату общин. Потерю 21 представителя в парламенте премьер Стерджин связывает именно с жесткой позицией партии по поводу независимости. Похоже, шотландцы все же в большинстве хотят остаться в Соединенном Королевстве. И сейчас даже больше, чем в 2014-м. Тогда на первом референдуме по отделению 55% проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует...